Сбились в стаю одинокие волчицы. У них пару или детёныша загрызли бешеные шакалы-убийцы. Собрались у подножья высокой горы, взирают волчицы непрерывно в сторону глубокой тёмной пещеры. А что пещера? Пещера глуха, она нема. Перед волчицами тёмный вход, над головою вечный, синее небо, зима. Перед входом в пещеру ходят шакалы, охраняют его, не пускают волчиц. Глядят свирепо, показывают оскалы. Прижавшись друг к другу, волчицы скулят, пронзает их с моря свирепый ветер. У них потускневший, жалобный взгляд. Не желают возвращаться в логово пустые. Мучительных поисках воют сутками. Не слышат их каменные джунгли густые. Язык общего горя не нуждается в словах. Общаются волчицы лишь взглядами, с тех пор, как грёзы превратились в прах. Заматерели в неравной борьбе волчицы. Постепенно начали их побаиваться, Некогда пирующие в лесу шакалы-убийцы. Возглавляет стаю волчица-мать. За детёныша и за пару своего готова каждая из них в бою умирать. Примкнули к ним другие волки и волчицы, Которых лишили пару или детёнышей. Насторожились очень шакалы-убийцы. Глядели, как мать-волчица впереди идёт, Как стая растёт, И она её, как всё более увереннее, за собою ведёт. Превращалась волчица непризнанная стая В защитника осиротевших лесных зверей. Мать-волчица воспринималась, как святая. В то же время произошло событие заметное. Будто ради торжества справедливости Свершилось божье деяние, земное, ответное. Для защиты беспомощных волков и волчиц, Чтобы превратить в ночные кошмары светлые дни Бешеных шакалов-убийц. Содержащиеся в клетке два мужских тигра Перегрызли прутья, обрели свободу, Нашли себе пристанище на берегах Типра. Взяли опеку над обездоленной волчьей стаей. И тут закаркали вороны, запищали крысы, Цеплялись им в ноги, руки, хваткой шакальей. С совмешательством тигров в тело стаи волков У шакалов участились сердцебиения, Перекосились пасти, застывала в жилах кровь. Организовали шакалы над тигров жесткие нападки, Чтобы вывести в стаю из-под опеки, Но у самих начались неконтролируемые припадки. Тигров эти действия нисколько не смущали. Были они тиграми, без звериной сущности. От невзгод слабых и беспомощных защищали. Им предопределено было это, видимо, судьбой Облегчить волчиц душевную боль, Потому объявили своре шакалов непримиримый бой. Нахождение в разных местах волчьих останков, В пещерах, в лесах, возле сельских кладбищ Очень удивляло, особенно у огромных замков. Долго, долго тигры эту загадку разгадывали. Откуда здесь-то волчьи останки? Ведь во все времена в замках люди проживали. Над этой неразрешимой задачей Тигры днями-ночами голову ломали. И вскоре были награждены удачей. Вспоминали, вспоминали, вспоминали. А бывало ли подобное в прошлом? Страшные сказки детства вспомнили. Страшные сказки детства вспомнили. Об этом еще бабушки рассказывали, Что часто-часто в подобных замках Гиены в человечьем облике проживали. А мерзкие шакалы из местных лесов Покорно, с верой им прислуживали. Покорно, с верой им прислуживали. Молодых, но неопытных волков Легко в замок гиенам заманивали. И там беспощадно всех убивали. Гиены их сердца, печень, почки Своим щенкам скармливали. Своим щенкам скармливали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...